Это видео записано не с целью дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам как президенту, верховному главнокомандующему и гаранту Конституции обращаются жены и матеря мобилизованных граждан ДНР в феврале 2022 года, теперь уже граждан России. Наши мужчины откликнулись на призыв Родины, не стали прятаться и уклоняться, в надежде помочь в освобождении Донбасса и надежде на то, что Родина будет также честна с ними. Ни для кого не секрет, что мобилизация в ДНР проводилась многочисленными нарушениями и вследствие этого на фронте оказалось много инвалидов, пенсионеров и работяг. Многие из них оружие до этого момента в руках не держали, без должного обеспечения, обучения, боевого склаживания. Большинство из них сразу оказались на фронте, где приступили к выполнению боевых задач через несколько дней после призыва. Вместе с мобилизованными высшего состава нет. С февраля 2022 года наших мужчин используют как боевые единицы, наравне с кадровыми военными, не пройдя медицинский осмотр. В течение года службы не было медицинского освидетельствования, не было отпуска за целый год. Наши мужчины не являются профессиональными военными. Многие из них даже не имеют воинской специальности, не подходят под критерии первой стадии мобилизации. В то время как в Российской Федерации во время мобилизации призывались люди, имеющие воинскую специальность. Уже год наши родные находятся на самых опасных участках фронта. Зачастую их используют как штурмовиков, хотя соответствующую подготовку они не проходили. При этом мужчины, освобожденные из мест лишения свободы, выполняя такие же задания, как наши родные, оказались дома уже через 6 месяцев, благодаря вашему помилованию. Просим отнестись по-человечески к нашим родным. Складывается мнение, что целью командования не является победа в войне, а цель уничтожить работоспособное мужское население Донбасса. С 1 января 2023 года они являются военнослужащими России. Согласно статье 19 Конституции РФ, закреплено право равенства всех граждан перед законом и даны гарантии государству соблюдения этих прав. Закон не может действовать выборочно. Такое нарушение является абсолютной дискриминацией, которая продолжается уже год по отношению к нашим защитникам. Также просим уволить с воинской службы мобилизованных мужчин, которые служат с февраля 2022 года, а также военнослужащих 50+. И дать им возможность восстановить физическое и моральное здоровье, вернуть их на предприятие, так как они являются квалифицированными специалистами. Спустя год непрерывной службы в боевых условиях, там уже просто нет здоровых людей. Несмотря ни на что люди в строю, они верят, что Родина их не забыла, но силы физические и моральные на исходе. А с отчаявшимися и усталыми солдатами войну не выиграть.